Всем привет! Доброе утро! Сегодня мы направляемся в сторону Омска. Да, сегодня у нас 14 день пути. Ого, две недели ровно. Вчера мы приехали где-то порядка 350 километров, включая, наверное, даже чуть больше, включая город Новосибирск. Новосибирск очень классный город. Понравился, понравился, очень сильно понравился. Интересный, молодежный человек. Молодой, быстрый, динамичный. Повторю, да, за тобой прям очень много есть чего посмотреть. Ну, туда надо ехать минимум на неделю. Минимум на неделю, потому что даже пару дней вам не хватит, чтобы его посмотреть так приблизительно. Тем более мы на машине, ну мы на машине, трасса проходит через весь город, плюс мы отъехали от трассы километров пять в сторону, потому что нам надо было прачечное самообслуживание постираться. Съездили в Ашан, ну это вы уже видели, все. Ашан нам, честно говоря. Мы разочевывались. Да, столько вау-вау, от всех слышали Ашан. Здесь зашли потрепанные тележки какие-то. Нам, мы не смогли, охранник нам только четвертую тележку смог разблокировать. Ну, это не важно. Ну, как бы, да. Не понравился Ашан. Ну, цены, конечно, не знаю, но мне показалось, что немного выше, чем в Леньке, в Красноярске. Там, посмотрите сами, сравните. Нам показалось так. Вообще, город очень сильно понравился. Очень, очень, очень река, мосты, очень много мостов через реку. Навигация речная. Да, много кораблей видно прям. Ну, все четко, прям. Нам понравился. Вот пока мы едем, область, конечно. Да, область, пару слов, пейзажи за окном не меняются. За... Заросшие поля. Сейчас, секундочку, покажу. Ну, в принципе, вот мы проехали уже... Аккуратненько. 300 километров? Нет, мы проехали уже 360. Все, вот так, вот так все, 360 километров. Ни деревушек, ни возделанных полей, нечего вам показать. Если что-то изменится, мы... Мы обязательно покажем, едем в Омск, если не ошибаюсь, он на одном из первых мест по количеству учебных заведений на душу населения. Так что город тоже молодой. Я думаю, что будет не менее интересно, чем Новосибирск. А если что-то будет раньше, да, как сказала Татьяна, мы вам покажем. Едем дальше. Ну, осталось несколько километров до Омска. Подъезжаем. Вот такой подъездной путь у нас к Омску. Ну, вот вдоль дороги вон там плавают уточки. Но их не видно, конечно, сейчас на камеру. Видно было, да? Так что вот так вот. Видимо, у нас лужи. Лужи, не лужи. Как это там, что там вдоль дороги было. Там уточки плавают. Мы на подъезде к метро, к повороту на Омск и решили заехать в метро. Огромный гипермаркет. Да, сравните. В Ашане были, в Ленте были. Сейчас посмотрим, что такое метро. Идем в метро. Надеемся, что оно так не разочарует Какоша. Какоша? Угу. Ну, я уже размерами впечатлен. Посмотрим, что там дальше. Ну, давай на парковочку. Вон, рядом с дальнобоем. Да, мы сейчас пока. Последнее время, все время рядом с ними. Угу. Подожди. Стали, правда. А, они так же стоят. Пошли. Ну, пошли. Короче, это, зай. Типа, от цивилизованного этого и более, с большим выбором, от светофора. Ну, поснимаем. Что, ну, заставляет кто-то что-то покупать. Нам наполнитель для биотуалета нужен. Жидкость. Ну. Так, а это здесь? Вон, смотри, 109 рублей это место. А, нам, в принципе, он нафиг не нужен. Ну, пока он не лезет, нам пока. Напомню, что он не хочет, ничего такого делать. По идее, где-то здесь и должен быть. Там утенок всякая такая. Подожди, подожди. Да, ну. Вот. Угу. И так. Так, а, педигриск... А, 13.50. Что, Чапи? 10 рублей вообще стоит. Чапи, 10 рублей. Чапи, возьми глазки несколько штук. Конечно, здоровый. Это, наверное, цена-то за спайку. Поснимали здесь, можно и в ленту. Это на 13 резина, на 14. А, тоже 13-я. Мы сейчас еще заскочим в ленту. Она все равно у нас сейчас по пути будет. Тут даже книги есть. В общем, все, что хочешь. Много времени не хотим здесь тратить. Нам еще через Омск, через весь проехать время. У них сейчас, сейчас пик уже вечерний начинается. По-нашему-то уже 9 час. Наверное, даже у них уже заканчивается. Конечно. Что это такое? По тапочке. А, о, кстати, тапочки. Давай, класс, ну, нету таких, нету. Вот эти вот тапочки, кому интересно. Ладно, едем дальше. В общем, Чапи у нас вышел. Ну, Чапи дешевый, да, реально вышел. 9 рублей 15 копеек за штучек. А вообще, да, сюда выгодно получается приезжать в метро. Ну, правда, они его метро называют. Ну, ладно, ага. Оптом, на год втариваться. Тогда, да, тогда выгодно. Ну, а мы едем в ленту. Там, наверное. В общем, были мы метро-метро. Теперь едем в ленту. Ой, красивые на доме. Смотри, аэрография такая. Продолжайте движение. Беловодье написано. Тут какой-то микрорайон на везде. Эпичные домики одинаковые. Маркет Победа. Ну, дядя такой беспардонный. Фикс прайс. Смотри, есть пешеходный переход. Зебры нет. Мир поезд. Твой оболдной макет. Ну, не тут дома. Мой гнид, может, вам не. Но мы хотим все равно съездить в ленту. Да, и сравнить цены. Да. Болливер торговый центр. Да, с зеброй. Да. Наверное, много тут. О, какой детский хороший площадка. Ой, классно. Да, но доча еще... Маленькая, да. Ну, ничего, подрастет. Интересно, на въезде был рыночек, и там были кафе вьетнамской кухни. Да. Ну, хоть, Зай, где в Разе вообще кафе? Где в Разе? Холд и дискаунтер. Пешеходы здесь, да. Еще и сумкой получим. Вот такая вот церковь интересная. Вот уже в микрорайонах строятся. Много в микрорайонах, но вон домики строятся и строятся. А, и здесь тоже, да? Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Так, слава богу, здесь нету шагающего человечка. Здесь нас пропускаем. Но... Продолжайте дышать. Надо... Вот в каждом городе, конечно, свои нюансы. Ага, свои фишки какие-то. О, лента, да, она еще больше, чем метро тут тоже. Ого! Вот мы и подъехали. Так, пешеходники, подождите, мы проедем. А то вы тут очень шустры. Ну... В общем, мы приехали в ленту. Сейчас поснимаем, вам все покажем. Да? Да, по дороге, чем... В общем, в Красноярске. Да, ничего. Но все равно, да. Хотя, может, и так же. Может. Надо смотреть видео, надо это сравнивать. Потом сравним. Да? Да. Белл, заберем? Столько же стоит? Это столько же стоит. Это я запомнил. Да, и памперсы, которые дочи брали, они столько же стоят. Так что, наверное, цена одинаковая. Килограмм. 57 рублей, грубо говоря. Теперь кусочек. У нас баранина. Ну, тут понятно, что это суповой набор. Ну, там в суповом наборе одно мясо. Вот эта подложка стоит 46 рублей. За килограмм 160. Курюшка 500 рублей за килограмм. Ну, икра точно. Золото. 230 грамм. 1300 рублей. В банках закрыто. Ну, раз уж у нас так повелось. Очередной. Очередной. Очередной паровозик. 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 Паровозик стоит. Просто так. Интересно, тут светофоры на каждую сторону горит отдельным сигналом. Ага. На четыре раза. Получается, три раза надо ждать три сигнала зеленого света, чтобы проехать. Необычность Омска. Для нас. Для нас. Омска. На четыре раза. На треугольник. Проехать. Это необычный сезон. всех российских городов для обычность уже начинаем привыкать дырками заложили дырки заложили кирпичи лимон дорог посидишься просто терпичей набегали я так понимаю это не какая-то там проселочная дорога нас через вероятдуки мы через центр ездим города сколько населения не помнишь миллион был семьдесят девятом году почему и начали строить до метро да тут дороги бы сделать на метро строить второй вечер видать для рыбалки а ярмарк а тут все допущено там тоже торговые центры динейс вирхаусы в среду в омске ожидаются остатки ветер падает переменного направления до 10 метров в секунду ночью температура воздуха составит плюс 6 плюс 8 градусов днем температура воздуха значительно не изменится вот достояние Умска визитная карточка непостроенное метро но зато есть забор буковками Эмма решили метро здесь построить еще в семьдесят девятом году и только одиннадцатого мая этого года его официально стройку заморозили а это аэропорт в центре города да? да да нет мы еще до аэропорта не доехали а это что-то военные летчики какие-то тут видать или университет или еще что до аэропорта мы дальше придется мне направо сферу ну вокруг парка поедем проедем вокруг парка проедем а видать смотри там что-то написано филиал барановая МВЦ газотурбина а ну это газотурбинные моторы наверное здесь делают для реактивных самолетов да господи города блин приносят столько доходов казну столько заводов и нет дорог я ничего не понимаю а вот и кирпичи в дырках а вот и кирпичи в дырках какая-то ракета вон космос смотри какой широкий проспект да ну смотри дома какие-то дома симпатичные симпатичные но вот эти вот старые дома тоже как бы видно что за вкусом строили вот такой проспект да широченный да но зато разметка есть зато разметка есть бордюров нет но разметка есть пирамидальные тополя ура первый раз мы видели пирамидальные тополя кстати омск смотри в нем холодно в нем реально холоднее чем у нас но они здесь растут почему у нас не растут не знаю всем привет всем привет продолжение к сожалению омска не будет потому что я занесла вирус через интернет качнула вместе с программкой вот удалила все настойки до заводских а потом вспомнила что омск то я и не сохранила к сожалению так что очень приношу свои извинения и о мечам потому что получился такой какой-то неправильный ролик только с разбитыми дорогами и нашим подписчикам и тем кто просто смотрит наш канал простите не специально не специально что хотелось бы сказать про омск мы успели посмотреть несколько достопримечательностей на самом деле там очень много чего есть посмотреть много памятников много архитектурных всяких интересностей дома новые микрорайоны очень интересные в том то и дело что мы ехали ехали была плохая дорога действительно дорога была плохая но здание были красивые и только мы подъехали к центру вот вторая половина должна была быть все самое красивое удалилось но здание советские со шпилем со звездой а Успенский собор какой красивый очень красивый река мост за мостом природный парк в котором озера и утки плавают очень красиво это все было записано ну ладно простите нас простите случайность ну ладно что мы можем резюмировать по этому поводу приезжайте в Омск город красивый город интересный много всего много достопримечательностей много памятников один из таких скажем так как это называется города лицо ну не лицо а достопримечательность города очень известная это пожарная каланча вот единственная каменная каланча пожарная в городе вот вот отсвечивается со всех сторон красиво и интересно так что приезжайте сами в Омск смотрите ну а дороги вы видели какие амичи простите конечно да вы конечно нас простите но часть дорог хорошая половина скажем так 50 на 50 60 на 40 60 хороших ну 40 это просто атас по поводу экологии дышится в Омске легче чем допустим в Новосибирске ну в Новосибирске в принципе нормально чем в Красноярске в Темерово но тем не менее Омск является столицей раковых заболеваний там огромнейший онкоцентр во всей Сибири мест не хватает вот и на душу населения самой большой по численности вот заболевших к сожалению но несмотря на это если ехать в Омск то посмотреть есть что и ехать нужно не на один день да здание очень красивые в центре действительно красиво прям абсолютно разных времен построить и вот мы советуем всем Омск проезжать и смотреть да вы нас простите произошло такое ЧП у нас мы и сами расстроены очень сильно но едем дальше едем дальше вот 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 у нас вот 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 а